Социальные лифты для молодежи, возможности для ученых и людей труда. Касым Жумар Тукаев в ходе рабочей поездки в Уральск подчеркнул значение региона и выделил его стратегическую важность. В фокусе остается социально-экономическое развитие области, в том числе расширение производства в нефтегазовом секторе и машиностроении. С работы каких предприятий ознакомился глава государства в первую очередь, расскажет Марк Берушко. Почти 47 миллиардов долларов заработал Казахстан в минувшем году на поставках нефти. В полтора раза больше, чем в 2021. Родиной нашего экспортного товара номер один по праву можно считать запад Казахстана. Именно здесь сосредоточены основные запасы черного золота. Высокое давление и агрессивная среда. Так рабочие характеризуют месторождения на западе Казахстана. Для работы в подобных условиях нужно сверхпрочное и качественное оборудование. Такое делают на западно-казахстанском машиностроительном заводе. Газовые турбины, General Electric, на базе него мы сертифицировались в Америке, в Италии, в Австрии, в Швейцарии. Наши специалисты прошли обучение и сертифицировались. И мы можем ремонтировать газовые турбины. Причем самые сложные в горячей части, в проточной части можем ремонтировать. В прошлом году мы уже вышли с предложением Каз-Трансгаз создать мультивендорный сервисный центр, чтобы газовые турбины всех производителей ремонтировались только в Казахстане. Не надо было куда-то ехать их, отдавать и так далее. В будущем предприятие планирует запустить производство дождевальных машин «Фрегат» для нужд сельского хозяйства. А это дворец искусств Атамикен. Его возвели полтора года назад. Здание является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Там Касым Джумар Тукаев ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края. Президенту показали уникальные экспонаты, связанные с жизнью Жангирхана. А затем встретился с почетными жителями региона. Здесь те, кто вносит значительный вклад в развитие ЗКО. Я думаю, что самое главное – это быть вместе. А когда мы вместе, никакие проблемы, никакие трудности нас не остановят. Значение области очевидно. Это стратегическая область. И я буду уделять самое пристальное внимание социально-экономическому развитию данной области. И будем делать все возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась успешно. Главная ценность любого государства – это люди. Страна, по словам президента, будет оказывать поддержку ученым, молодежи и людям труда. Также Касым Джумар Тукаев отметил, что президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов. Все мы, особенно представители молодого поколения, всегда хотим, чтобы нам показали, что наша работа проходит не зря. И вот встреча с первым человеком в стране – это, безусловно, одно из таких показательных явлений. Потому что каждый из нас на своем месте пытается внести посильный вклад в развитие нашей страны. И каждый, кто сегодня был на этой встрече – это, безусловно, такой маленький красивый бриллиант в сокровищнице культуры, науки, общественности нашей страны. В этом году ветерану войны Ивану Гапичу исполнилось 100 лет. Он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. Был награжден медалями за отвагу, за победу над Германией. Обладатель Ордена Красной Звезды. Сегодня с юбилеем Ивана Гапича поздравил глава государства. Мое отношение, отношение всего народа Казахстана к участникам войны известно. Мы с большим-большим уважением относимся к тем, что прошел через фронт, через дороги войны. А после войны работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства, за что я вам выражаю мою благодарность. Также президент побеседовал с 96-летним краеведом Жайсаном Акбаевым. Глава государства назвал его долгий трудовой путь образцом для многих людей и пожелал крепкого здоровья. Запад страны – уникальная часть Казахстана. В этом месте не только сходятся Европа и Азия, здесь в симбиозе живут вековые традиции и передовые научные достижения. Здешняя земля делится своими полезными ископаемыми, тут растут талантливые люди. Именно руками таких людей строится новое казахстанское будущее, в котором предстоит жить каждому из нас. Марк Брюшко, Ануар Абельда, Тохтасын Синтирхан. При поддержке телерадиокомплекса президента Жбек-Жоле, Уральск.